Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта СБ Вязальня. Сегодня я хочу вам показать очень интересный способ, как можно вязать в три нитки от одного клубка. Этот способ применим как для ручного вязания, то есть можно вязать спицами и крючком, так и для машинного. Смотрите сами. Берем ниточку, это у меня катушечная нитка, очень тонкая, пальцами собрали ее в три нити и растягиваем как можно больше. С одной стороны у меня кончик нити и петелька, со второй стороны у меня петелька и продолжение ниточки. Вот эту часть я оставляю, вот с этой части, где у меня кончик нитки, начинаю набор петель. Набираю удобным способом. Вот какой способ мне наиболее удобный, тем и набираю. Кстати, такой способ позволяет начать вязание без хвоста, чтобы у нас не оставался хвостик ниточки. И смотрим, хватает ли мне нитки на второй ряд. Если я чувствую, что мне не хватает уже длины этой нити, в петельку пальцами завожу нить и вытягиваю. У меня вот здесь петелька, такой соединительный узелок появляется. И просто тяну, 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 насколько мне нужно. Насколько хватает рук, вытягиваю длину. У меня получилась очень длинная ниточка. Видите, она продолжается в три нитки. Насколько хватает рук. И вытягиваю, вытягиваю. И дальше вяжу спокойно. Моя задача, главное, следить за тем, чтобы нитка не кончилась. Так, закончилась. Не уследила. Тогда можно крючочком подцепить ее. Видите? Вот, отлично. И вытянут еще, еще дальше. И таким способом я могу вязать все изделие. Если мне придется его распустить, распускается оно точно так же. Дохожу до соединительной петли, вытягиваю нитку и сматываю на матушку или на клубок, как мне удобно. Вот так делается. Если у меня ручная прокладка нити, если у меня машина с нитеводом, делаю все то же самое, только за нитеводом. Между матком с нитками и нитеводом. Причем способ хорош тем, что можно использовать не только бобины, но абсолютно любые катушки. Потому что у нас вот эта нить, она подается совершенно свободно. Она нигде не застревает, никаких рывков у нее не будет. Как только ниточка заканчивается, я опять через петельку завожу нить и вытягиваю. Нить пойдет свободно. Соединительной петли вот этой не видно, потому что она очень тоненькая. Ее не ощущает ни машинка, ни не видно ее. Даже пальцами я проехала, я даже ее не ощущаю пальцами, где это соединение. На изделии этого не будет видно совершенно. Даже самая капризная машина ее как узелок не воспримет. То есть вязать можно легко, абсолютно любыми машинами. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на мой канал и приходите на наш сайт избавизальный рэв, где любой человек с любой вязальной машиной научится вязать быстро и качественно. Машинное вязание это как езда на машине, без правил и без тормозов. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...